И в Фаторе встретила меня дождем. Ну что делать во время дождя? Не на пляже идти, поэтому я отправилась на колхозный рынок. Так, мы идем в овощной, в овощной фруктовый павильон. Я очень хочу сбросить 3 килограмма, поэтому это мой павильон. Помидоры, азербайджанские помидоры, по 100 рублей. Ты какой, средний тебе? Размер не имеет значения. Ну это редкий случай, да? У нас какие еще планы? У меня планы молочка и рыба. Туалетная бумага. 250 это что? Жирный творог. Вот почему? Все, что жирное, самое вкусное. Вчера я брала вон там сало и косточки сливные. Вы знаете, я его жарила два раза. Я ела и не могла наесть. Слушайте, ребят, ну это какая-то золотая камбала. Полторы тысячи стоят. Запах стоит просто обалденный. Сразу хочется выпить много-много пива. Так, дождь прошел. Мы наелись всего, что накупили на рынке. Сейчас мы идем к друзьям и нашей большой компании и пойдем, ну, наверное, мерить море. Дайте хоть у вас что посмотреть, квартиру-то. Квартира потрясающая. Большая комната. Здесь у нас односпальная кровать, двуспальная кровать. Ну что, мы когда-нибудь дойдем до моря? Наш долгий путь к морю продолжается. Видок у меня, конечно, еще тот. В общем, долго мы шли к морю, но в море искупались только дети и одна отважная женщина с богатым походным прошлым. Поэтому мы ничего лучше не придумали, как пойти куда-нибудь в кафе, ну, поесть и выпить. Пицца Маргарита – это для кого? Для меня и для тебя? Мы с тобой пиццу не едим. Мы не забываем, что мы не хотим быть толстыми коробами, поэтому нам видно. Девочки, давайте за встречу. Давайте, мы так долго ее ждали. За встречу. Я в Евпатории. Первый день Евпатория встретила меня дождем. Ну, что делать во время дождя? Не на пляже идти, поэтому я отправилась на колхозный рынок. Так что, поехали. Пойдем за мной. Такая элегантная женщина и на колхозный рынок. Не верюте ей. Мой бессмендес ведущий. Я. К те, кто не в курсе, да, подруга, кума, партнер. Я вообще хороший человек. Телевизиончик такой же. Да, который все время надо мной потрунивает. Ну, сейчас вы сами все увидите. Юлия. Я вам хочу сказать. Первый и важный совет на колхозном рынке – никогда, никогда в Крыму не покупайте сосиски на развес без вакуумной упаковки. Мои воспоминания о керческом рынке были самые прекрасные до того момента, как я купила еспатерийские сосиски. Вы знаете, так плохо мне не было никогда. Вот. И с тех пор я стараюсь все-таки мясную продукцию, вот имеется в виду такую мясную колбасную продукцию, брать в магазине. Так, мы идем в овощной, в овощной фруктовый павильон. И сейчас заодно познакомимся с местными ценами, с местными продуктами. Я очень хочу сбросить 3 килограмма, поэтому это мой павильон. Наверное, кстати, очень ароматные помидоры. Что у них тут есть? У них еще есть перец красный. Но перец, он не намного дешевле, чем в Москве, 200 рублей. А кабачки, а кабачки вообще 50 рублей. Юра, сделай доброе дело, возьми мне 2 кабачка. Так, может побольше кабачков? Что ты делаешь из кабачков? Я из кабачков, знаешь, что делаю? Я ж только они сгнили, честно. Но вот, пожарю, если руки доходят. Возьми мне 2 кабачка, остальное потом придумка. А я из кабачков делаю великолепный суп-пюре. Кстати, для тех, кто хочет похудеть на 3, 5, 10 и больше килограммов, очень хороший рецепт. Отличный. Ты сегодня мне делаешь суп-пюре. Будьте добры, 2 кабачка. Ты какой, средний тебе? Размер не имеет значения. Но это редкий случай, да? А, кстати, сакские-сакские огурцы 65 рублей, вообще ни о чем. Да, да. Ну, у меня еще 2 огурчика осталось, но... Ну, я тоже, наверное, возьму. Да. Ой, все, ребята. Я сегодня тебе делаю суп-пюре из кабачков и овощной сала. Пусть что-нибудь... Я очень элегантная женщина, мне сказали. Я даже о кабачках и огурцах рассказываю очень элегантно. Так, сейчас, пожалуйста. Юля чего-то уже нашла. А, ты теперь по зелени, по зелени, да? Нет, я не по зелени, я картошки ребенок вообще купила. Когда я сделала, я сделала... Разваристая домашняя вкусная картошка по 70 рублей. Так, а еще здесь... А здесь травоядная, кстати. А, куча-куча зелени сейчас. Куча-куча зелени. И почем вот пучок лука? Пучок лука 20 рублей стоит. А еще и скинза. Базилик. Щавель или щавель, Юля? Как правильно? Главное, чтобы было вкусно. Это да. Мы попали на вещевой рынок. У нас какие еще планы? У меня планы молочка и рыба. Ну, тогда ты пришла в нужное место. И чтобы сказать шляпу, я не знаю, сувениры. Ну, это же про тебя говорит элегантная женщина. Ну, не элегантная. Мне все время говорят, когда ты приезжал в Украину. Шляпы вот. Шляпы. Но у меня круче шляпа. А вот и дождь. Посмотрите, ребята, какой дождь. Хороший крымский дождь. А тем временем дождь усилился. Но я не сдаюсь, потому что я хочу попробовать творог. А где-то творог. Так, мы находимся в мясном и молочном павильоне одновременно, я так понимаю. Очень чистенько. Это у нас свинина, да? Да, свинина. Откуда свинина вестиба? Черноморский район. А, понятно. А почем? Вот это 300 рублей. Вот это 150 рублей. Да. Вот такое 350 рублей. Такое 250 рублей. Расскажите мне, творог откуда? Домашний. А, в вевпатории, да? И что почем? Получается. 150-250 грамм. Это от жирности зависит, да? Да, от жирности. От жирности от жирности. Это какой у нас творог? 150 уже килограмм. 150 – это который 5 процентов? Да. Он весь свежайший. Он свежий. Однозначно очень свежий творог. Он не кислый. Ой, ребята, очень... А вот который мы сейчас дали? Он тоже со 150. Он 250 стального пола. 250 – это что? Жирный творог. А. Вот почему? Все, что жирное, самое вкусное. Я вот сюда. Страдает эта несправедливость. А вы сами откуда? Как вас зовут? Я из Санкт-Петербурга. Лилия зовут меня. Лилия Валентиновна. Первый раз в Евпатории? Нет. Я была в 82-м году. Беременная. 8 месяцев. Дождь вы решили не на пляж, а на рынок, да? Вчера точно так же было. Мы с утра пошли на базар. После обеда пошли на пляж. Ну что посоветуете на рынке, раз мы вот здесь находим? Я посоветую все. Потому что вот просто прекрасный творог, молоко, сливки. Вчера брала творог здесь, но здесь сегодня молоко зило. Потому что я не знала, что у этой женщины тоже все вкусно. Оказывается, здесь у всех вкусно. Вчера я брала вам там сало и косточки свиные. Вы знаете, я его жарила два раза. Я ела и не могла наесться. Сало натуральное, масло сливочное. Вкуснятина. Обалденно. Толстая, шкурка мягкая, вкуснятина. Косточки сварили борщ обалденный. Вот и все недорого. И все недорого. Натуральное и недорого. Ну слушайте, ну если с питерскими ценами сравнивать, вот сколько там творог килограмм стоит? 250-350. Еще, знаете, возьмешь еще и свежий, потому что это же творог. Его нужно реализовывать моментально. Рыбный павильон, он находится прямо у входа. Вот он он. Ой, как я люблю рыбку. Вот барабулька наша местная. Да. Это вот черноморская кипалечка. Ленинградская, это азовская река. Нам с азовского моря привозят. Угу. Вот лабань наша местная. Аблака. Вот это вот черноморская, вот это вот азовочка. Угу. Вот скажите мне, барабулька, она ее просто жарит прямо. Смотрите, ее дело в том, что ее не чистили, ничего не надо. Надо просто помыли ее, посолили в муковую сковородочку. Она жарится целиком. А скифаль, что посоветуете делать скифаль? Скифаль, у нее в основном ламгали идет делать. Она без хвостей идет только центральный кубитик. А вот этот пеленгас, вот большой. Пеленгас, в основном, тоже на мангал. Жарочку выберут, как бы, он идет под шучку. Там она без хвостей тоже то, что жареная, упаренная вареная. Вот мне всегда, всегда удивляла камбала, что с этой плоской рыбой можно сделать. Тоже на мангал? Ну, как бы камбала, она больше на жарку идет. Камбала любит масло. Она весируется, она качество большая. Наша бутылова разрезается вот так вот на бутылан и режется вот такими хвостейками. Ну, это хвостейки, получается, бутылки. Ну, она костлявая, да, получается? Да, крупная костлявая. То есть мелкая ковстяка. Вот маленькая вот козли, видите? Вот центральная большая косточка, только эта маленькая. Там идет кость побольше, естественно, там мясо будет потолще. Слушайте, ребята, ну это какая-то золотая камбала, полторы тысячи стоит. А вот это копченость, местные копчености. Запах стоит просто обалденный. Сразу хочется выпить много-много пива. Саварин. Ну, это, кстати, приличное. А вот эта малюсенькая крымская креветочка, по-моему, я так и живу, прям с кожуроли, с панцирем. Кефаль. Ну, в общем, это такая, это изысканная, дорогая еда. Вобла. Ну, вот, вобла. И тут тоже. Вобла – это привозная. А вот это что за интересная рыбка? Это вомер называется. Как? Вомер. Вомер? Да, есть креды, но есть копчено. Тоже очень вкусная. Это крымская? Это привозная. А привозная откуда, не знаете? Это агемическая. Ага. А это? Это рапаны. А, рапаны. Это свежий, сомнений, и медиа. И медиа. Комченая, да. Это вот наша местная каторжечка. Креветочка наша. А вот креветочка, я ее ни разу не ела, ее прям с панцирем, что вы? Да? Да, как семечка. Да, вот вы смотрите, за голову, за хвостик. Ага. Вот так вы голову оторвали. Можете вот так вот зацепить ее, почистить. Вот она снимается, видите? Ага. И вот этот хвостик держите, она оттуда вытаскивается. А, так просто. А я просто думала, как же эту мелкотню едят. Она как семечки, но она очень полезная, да, очень счастливая. Так, дождь прошел. Мы наелись всего, что накупили на рынке. И теперь идем с огромным желанием искупаться, да? Ну, как не сказать. Ну, можно в голове искупаться? Слабо. Я могу? Ну, конечно, я знаю, что ты ходишь. Ты всегда готов. Слабо. Мы живем в старом городе. Вот эти узкие татарские улочки с маленькими, двухэтажными, одноэтажными доменькими, веленными. Это очень колоритное место в Ифаторе. Это для меня Юльчих открыл. Юльчих. Ты у нас первооткрыватель, вдохновитель, мотиватор. Да. Всех мотивирует и сама. Ты меня так похвалила, я даже не знаю, что сказать. Давайте свернем на Пролетарскую улицу. Сейчас мы идем к друзьям и нашей большой компании и пойдем, ну, наверное, мерить море. Во, нам сюда. Да, смотри, как ирон. Да. Мне кажется, за ними здесь упор не такой сложный и тяжелый, потому что просто Крым располагает. Юля, давай мы сделаем такое сексуальное видео. Ты нюхаешь розу и думаешь о молодости. Давай что-то раздевайся еще. Нет, ну это романтическое. Понюхай, Юля, розу. Кстати, вкусная. Бори, мне надо пополнить. Вот, обратите внимание, какой не сильно большой в основании куст, как хорошо разрастается ко второму, третьему этажу этого здания. Плетущиеся розы. Сразу ассоциация у нас, всех дружно возникла снежная королева Кая Герда. Посмотрите, выходишь на этот балкончик, да, и у тебя розы, они прямо около тебя. Нос протянул и вдохнул. Даже не надо протягивать. Сейчас мы идем к нашим подругам, которые остановились. Это гостевой дом или отель? Это гостевой дом. Смотрите, а? Куда? Сейчас заодно... А рум-тур это называется? Мы проведем рум-тур. А можно поснимать у вас? Это называется рум-тур. Здравствуйте. Расскажите, это все получается ваш дом, да? Ну да, да. Это наш дом вместе с мамой. И вы здесь прямо с самого рождения живете, да, в Евпаторе? Нет. У меня родители здесь на Караинской живут. Они с 75-го года здесь живут, а сами были с Донецком. И вы этот дом превратили как бы в мини-отель? Ну никак, я не скажу, что это мини-отель. Просто здесь и дети мои живут, а на лето мы стараемся, так сказать, зарабатывать. А вот и наши девушки, подождите, дайте хоть ваш дом посмотреть, квартиру-то. Квартира потрясающая, честно. Да, я. Вот они поднимаются наверх, это геля, пятую точку, которую я сейчас снимаю. Привет. Здесь? А, это... Ну покажи гель, расскажи. Это вот то, что снимает... Ой, то, что сейчас будет сдаваться. Вот такая кухонка. И тут же в этом же месте находится двухспальная кровать. А можно пройти дальше. Это практически отдельная квартира. Здесь у нас санузел. Только я не пойму, где он включается, свет. Санузел. А это большая комната. Большая комната. Здесь у нас односпальная кровать, двуспальная кровать. Вот. И посмотрите, какой классный вид. А, она наш розарий. Розарий. И такой вид сумасшедший. На розарий, который мы со всех углов сняли. Посмотрите, какая красота. И такая терраска. Посмотрите, какая терраска. Здесь можно посидеть, полюбоваться на эту красоту. Тут вообще очень все здорово сделано. Посмотрите, какой. А скажите, а сколько та вот комната стоит, которая сдается? В принципе, одинаково. А я просто... Сколько она стоит? Я сейчас ответила. Вот эта комната, вот эта квартира отдельная стоит 2000 рублей. Так что, ребят, рассказы про то, что в Евпатории и вообще в Крыму все очень дорого, очень-очень преувеличены. Это правда. Многие просто в Москве начинают считать деньги, говорят, что в Турции там дешевле. Но на самом деле просто ищите, пройдитесь по городу, и вы поймете, как здесь все экономно, удобно и красиво. Узкие татарские улочки, они приспособлены для современной техники, особенно мусороуборочной. Поэтому, видите, она еле-еле пробирается. Ну, пробрался. Вообще, конечно, они должны быть такими виртуозами. Надо сказать, что моя подруга Юля отличается удивительным топографическим кретинизмом. Вот ни в коем случае нельзя доверяться ей как путеводитель. Настоящий Сусанин. Что, опять Юлька вас не туда завела, да? Она женщина, она про меня говорит, гадость. Не верьте ей. Ну, ты же Иван Сусанин. И вообще она достала камеры и пойдем бухнем. Ты бухать тоже будешь перед камерой. Вот это моя любимая улочка. Она такая тенистая с красивыми домиками. Но домики такие странные. Посмотрите, красивый домик. Вот, красивый домик. Явно старинный, но почему-то к нему приделали такой ужасный балкон. А вот еще один красивый домик. И вот вся улочка состоит из таких замечательных, красивых домиков. И идти по ней одно удовольствие. Вот такая замечательная, красивая улочка. Юля не теряет времени зря. И надувает дельфина. Дельфин есть, а ты русалка. Дельфины, русалка, они, если... Че там правда? Не пора, не пора, не пора. Ну что, сама надуешь, что ли? Ну, у тебя дыхалка. Результат покажу через, не знаю, через 5 часов. Ну что, мы когда-нибудь дойдем до моря? Спасибо. Наш долгий путь к морю продолжается. Вот, километра два. Кстати, очень полезно иметь домик далеко от моря. Вот, обстоятельства, каждый день вы туда-сюда, туда-сюда. Килограмма 3-10 можно сбросить. Да, Гель? Да. Ты сбросила? Серьезно, что ли, не врешь? Серьезно, конечно, нет. Наша цель все ближе. Мы идем в сторону улицы Дувановской. Видите, здесь такой красивый парк. А Дувановская – это главная пешеходная улица в Евпатории. Очень красивая. Сейчас я вам ее покажу. Дума, берем ее с нами. Вот видите, эту девушку позади меня, которая ведь участвует во всех моих стендапах, ну что я хочу сказать, она с виду такая храбрая, на самом деле она трусиха, она пришла на море и сказала, а, она пришла на море, надела купальник, сфотографировала, сделала крутое селфи. И ушла. И ушла, и переоделась, да. Я почти ни одного слова не сказала. Но все равно все внимание было приковано к ней, потому что она танцевала, виляла бедрами. Понятно, что выигрышнее на нее смотреть, чем на меня. Видок у меня, конечно, еще тот. В общем, долго мы шли к морю, но к морю искупались только дети и одна отважная женщина с богатым походным прошлым. А мы такие девочки слабые, воды боимся холодной, ветерка боимся, поэтому мы ничего лучше не придумали, как пойти куда-нибудь в кафе, ну, и поесть, и выпить. Такое замечательное, наполненное событиями день. Для того, чтобы придумать выпить, много мастерства не надо. А кто выпить-то придумал? Ты, небось. Давай, давай, Датска, скажи, снимает меня, обязательно покомментируй-то. О, Лиулька, все время селфи-делы. Не снимает блоги, ничего не хочет. И развлекается тупыми любовными сериалами. Историческими, ладно. Я люблю детективы, где только у дюбил, там, разли... Лиулька, конечно, тебе надо вести блог. Но ты ничего не хочешь, не развиваешься, только тупыми любовными сериалами интересуешься. Я просто тупая. Я просто очень, очень тупая. Встал сюда, ну, пошли. Я вообще детей потеряла. Ну, а там... Я тебе возьму Маргариту, сын. Да, я тебе тоже беру Маргариту, целую отдельную. Пицца Маргарита маленькая, 250 рублей. Замечательно. И наш блогер, она, не ест, не пьет. Чай, лимон, мята, чайничек. А пицца Маргарита это для кого? Для меня, для тебя? Мы с тобой пиццу не едим. Мы не забываем, что не хотим быть толстыми коробами, поэтому нам вино. Диетическое вино, да? Давайте белое сухое, армавелли бутылку, да? А закусывать вина? 1200. Мы не закусываем. Настоящие звезды, они экономят. Упал, свадь. Шли в очень симпатичный ресторанчик недалеко от пляжа. Как называется? Кафе Марио. Кафе Марио, да. Интерьер классный, интерьер такой стильный. Почему-то в кафе Марио, это, видимо, намек на что-то итальянское, почему-то стоит Эйфелева башня, но она украшает. Слушай, позвоните вечером поболтать, ладно? Сейчас ты наболтаешься просто в компании. Все, обязательно вечером тебя наберут. Мы уже заберемся. Уже минут 15, мы ждем наше вино, которое очень долго готовится. Посмотрела на себя в кадре, лицо отекшее. Наверное, пить больше нельзя. А вино? Не очень хочется. У меня еще запас есть. У меня тут что-то с головой делает. Что у меня встречалось? То же самое, что у меня с лицом. Я сейчас... Помятая. Я сейчас выпью вина, и все будет хорошо. Да, и уже фиолетово. Ну и сколько мы уже сидим, девочки? А не важно. У нас до 21-го часа абсолютно свободное. Вообще можно не уходить. Наконец-то принесли бокал. Ура! Ура! Ура нет, но бокалы. Ах, ура! Вот, наконец-то. Это мне наливают. То есть я сейчас глотаю слюном. Сейчас на твоих глазах я эту залпу выпиваю. Говорю, Юлька, облон. Ты плохая женщина, ты не развиваешься. Я развиваюсь в худшую сторону. Сюда тоже? А мне что? Пиццу. Вот коп-колки принесли. Скоро принесут пиццу. Почему? Я пиццу. Какая-то чай. Это чудовища, которое не дают поп-колу матери. Нет! Ты не уйдешь от ока моей! Скоро будет пицца. Дети цветы жизни. Я так счастлива, что у меня взрослый ребенок. А, я не отношусь. Да. Мы можем расслабиться. Просто дети не хотят ездить с родителями. Они говорят, нет, мама, я в лагерь с друзьями. Знаете, вот когда мужчина говорит своей жене, ну ты же отдохнула с ребенком. Да, вот Ангелина. Все время отдыхала. Все время она отдыхает, да, и вот это вот ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Вот постоянный фон, но к нему привыкаешь, но иногда, конечно, выходишь из себя. А я уже забыла, что салат с овощами. Даша, а у тебя что? У меня и у геля моцарелла жареная. А, и у геля тоже самое. Да, я ее разрежу за камерой. Давай. Как это делается? И попробуй заодно. Скажи. Подожди, чтобы стекло там как обычно подкакало. Надо нажать, оно потешает. Вот так. Смотрится красиво. И махнул. Уже некрасиво. Глоточек вина. Вы сделали правильно? Да. По поводу сырной тарелки. Когда я выбирала, там было написано Клубника. А тут виноград. Понимаете? Ну, может быть, ну, все, съели на меня. Плюс ко всему, я вам скажу честно, за 950 рублей сыра маловато. Вот так, знаете. Ну, в общем, да. Так вот не поправится. И не закусывать нормально. А не заботиться. Знаешь, а стройность стоит дорого. Я тоже так думаю. Нет, стройность стоит дорого. Просто не жрать и не ходить по ресторану. Но на самом деле, вот я про клубничку уточню. По ходу, девочки, давайте за встречу. Мы так долго ее ждали. За встречу. Да. Субтитры создавал DimaTorzok